Недавно в Казанском федеральном университете открылась новая кафедра регионоведения и исламоведения. У нас в гостях заведующие кафедры, кандидат юридических наук и доктор экономических наук Ренат Викин. Ассаляму алейкум, арахматуллахи, а баракятух, Ренат Ирикович. Алейкум ассалям, Динара. В чем необходимость создания такой кафедры в Светском университете? Как вы знаете, Казанский университет был еще в 19 веке, ну, можно сказать, родиной исламоведения в России. И рано или поздно должна была возникнуть мысль о том, чтобы возродить цикл исламоведческих дисциплин в стенах Казанского университета. Консолидировать все лучшее, что еще есть в исламоведении, собрать специалистов, ну, по крайней мере, если не физически всех перевезти в Казань, то, по крайней мере, как-то привлекать их активно к нашей деятельности, к нашим проектам. В исламских религиозных учебных заведениях работа в этом направлении не ведется? Они не являются конкурентами Казанскому университету, в том смысле, что их задача готовить специалистов мусульманских богословов, а задача Светского вуза готовить специалистов по исламу. Это должен быть человек, который умеет и может смотреть на ислам извне, даже если он является практикующим мусульманином. Расскажите, пожалуйста, о ваших научных изысканиях и работе со студентами. Одна из главнейших задач, которая стоит перед институтом – развивать научные исследования. Есть специалисты по современности, политология, современные международные отношения на мусульманском Востоке. Я, в частности, отвечаю за такие направления, как исламская экономика и мусульманское право. Конечно же, встал вопрос, в рамках какой специализации мы будем готовить студентов. После некоторых раздумий мы решили, что, наверное, лучше, если это будет зарубежное регионоведение. До этого этой специальности не было в Казанском федеральном университете. А кто ваши студенты? Они соблюдающие мусульмане? Мы не проводили опроса, являются ли они соблюдающими. Но я думаю, что есть и мусульмане, есть и немусульмане. И, собственно говоря, главный для нас их интерес к тематике. Потому что из практики есть примеры, когда соблюдающие мусульмане не особенно вникают и не особенно усердствуют в изучении исламских наук и исламоведческих наук. Поэтому, если люди целенаправленно шли на нашу специальность, я очень надеюсь, что это не просто так было, что им действительно это интересно, и что они найдут себя в рамках тех предметов, тех дисциплин, которым их будут обучать. Ренат Эрикович, много ли в области исламоведения неизведанного, неоткрытого, неизученного? Ислам – это часть жизни России, это, как говорится, предмет, объект исследования находится прямо рядом, за окнами. Есть огромное количество действительно рукописей, которые неизучены, не прокомментированы в том же Татарстане. Есть огромное количество тем, просто совсем неизученных. Есть вещи, требующие нового взгляда, которые бы в свое время, может быть, изучались в советское время, но под другим углом. Очень много возможностей для студентов для самореализации, и поэтому вот эти пути у каждого действительно будет свой. Ну, надеюсь, что вот все они где-то в какой-то точке пересекутся, не забудут друг друга, не забудут нас, там, своих преподавателей, учителей. И мы тоже, надеюсь, будем отслеживать, так сказать, их жизненный путь и помогать им по жизни. Большое спасибо за интересную беседу. Я желаю вам, вашим преподавателям и студентам больших творческих успехов и научных открытий. Спасибо большое.